Девушки отдыхают 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 в хоккейной траве, особенно в тот период, очень важна была вообще ловкость и быстрота движений. Я уже попал в клуб, в первой лиге у нас SkyRSH WSM клуб был, и попал в молодежную сборную СССР. Попав на сборы в Москву, увидев все вот это вот на базе олимпийской сборной, это в Новогорске, увидев все, так сказать, достижения, и плюс, я говорю, очень большое финансирование выделялось тогда в хоккейной траве, и зарплаты хорошие были, и плюс такое внимание достаточно было огромное. Молодежную сборную мы отбираемся на чемпионат Европы, меня избирает капитаном сборной, молодежная сборная СССР, и буквально в режиме двух лет мы там достаточно хорошие, там несколько международных турниров выиграли, на Европу попали, то есть так все, и в возрасте 19 лет я уже попал в первую сборную СССР. У меня случай был уникальный, я вначале попал в сборную СССР, а потом попал в Динамо, да, на тот момент главный тренер сборной СССР был Осинцев Михаил Семенович, семикратный чемпион мира, он в бенде играл, да, вот он меня заметил, вот честно говоря, я благодарен той ситуации, когда вот он меня увидел, и он меня взял, к сожалению, так получилось, что наши селекционеры во главе и с Айрихом, они меня здесь в Алма-Ате не увидели, не увидели. Айрих вообще узнал о том, что есть такой сексимбайд берег Козы, в Москве сидя уже он как советником, ушел главного тренера СССР, и увидел, говорит, а что за парень этот, откуда он, он говорит, с Алматы. Он говорит, да я всех знаю, кто там есть, он говорит, как он, он говорит, очень перспективный, он говорит, не может быть, я всех знаю. Приезжает в Алмату, приглашает меня на тренировку, я ему хожу, потом собирает Казанцева Бориса Петровича, это второй тренер был в Динамо, приглашает меня, он говорит, ты его знаешь? Он говорит, да, знаю, ты видел, как он играет? Он говорит, да, ну и как? Он говорит, да так себе, не очень, достаточно посредственно. Он говорит, ну ладно, понятно, говорит. Форму взял? Я говорю, да. Переодевайся, говорит, я посмотрю на тебя. С первой тренировки, как я вышел, Айриху сразу все понравилось. Он вообще при мне, прям в тренерской, прям в жесткой форме наехал на Казанцеву, Пресс-Петровича, говорит, я, говорит, не понял, ты куда смотрел, говорит. А я не знал эти подробности. А Синцев, когда пригласил меня в сборную СССР, он тут же мне приготовил место в филе Москва, в клубе, в московском клубе. Они выделяли мне квартиру и сразу, говорит, ну раз, говорит, там Казахстан не видит его сами, ребята, говорит, ну а мы его быстренько здесь. И буквально в режиме двух месяцев мне уже билет покупали, он меня ждал в Москве. Это я потом эти все подробности узнал. И ну вот так жизнь сложилась, значит, я. И потом уже, когда Михаил Семенович меня в сборную-то взял, СССР, я через сборную СССР попадаю уже в Динамо Алмата. Вот почему у меня прошел тот период, когда я не стал обладателем Кубка Европейских чемпионов. Уже в мою бытность мы уже там третий, четвертый становились, но чемпионом я не стал. То есть вот физические кондиции, они меня, конечно, очень сильно вытаскивали. Давали большое преимущество, быстрота, ловкость, что и как раз, ну, как сейчас уже, с высоты уже прожитых лет, понимаю, что вот прям в точку пришлось то, что какие были мои качества. Допустим, в футболе я бы не смог бы добиться результатов, потому что футбол достаточно там, допустим, выражаясь спортивным языком, борьба на втором этаже, конечно, я бы уступал головой с моим ростом. Рост метр семьдесят в футболе, там сейчас люди там по два метра играют, да, ну, что бы я там сделал бы. То есть даже вот эта сама ситуация, она показывала мне, что вот он мой, из спорта, вот так. Я считаю, что это вот сверху, так сказать, в небесной канцелярии должно было так произойти, оно так случилось, и я очень благодарен Аллаху за это. Мы приехали в Малайзию, выступали вот на этом турнире на Кубке Короля, и там у меня поступило предложение от тогдашнего принца Малайзии, принца Абдула, вот он отправил своего менеджера на просмотр, потому что все были топовые команды, были там, то есть можно было выбирать, и они свой выбор остановили на мне. А я вообще не поверил в начале. Условия контракта мне были предложены просто фантастически. Три тысячи долларов я получал по тем временам, я говорю, вот опять сама ситуация, так вот угодно, так сказать, наверху. Аллаху было угодно, что я жалел, что я не подписал контракт на тысячу долларов, не было. А потом так получается, что там через полгода у меня контракт на три тысячи долларов, мне выделяют дом и машину полностью. Это вот идет от принца Малайзии, принца Абдула. До сих пор мы с ним в очень хорошем отношении. Он является президентом Малайзийской Федерации Хоккей на Траве и является членом Совета директоров Международной Федерации Хоккей на Траве. Доволен вот тому периоду, когда вот выступал за рубежом, при непосредственной поддержке короля Малайзии. Король Малайзии, он является президентом Азиатской Федерации Хоккей на Траве. Вот пять лет я играл в Малайзии, все так хорошо, удачно складывалось. И когда уже союз распался, последняя наша Олимпиада была 1992 года Барселона, малазийцы, прикинув по юридическим нормам, предложили мне гражданство Малайзии. И чтобы я Олимпиаду 1996 года Атланту играл за Малайзию. И мне гарантировалась зарплата, 25 тысяч долларов в месяц я получал, но только я должен был дать добро на то, чтобы принять гражданство Малайзии. Я буквально там всю ночь не спал, потом позвонил своему отцу в Алмату, и говорю, вот так и так предложили, вот такие деньги, вот так, вот все, вот здесь дом, машина, вот такие деньги, играть только за сборную Малайзии. Но условие было такое, что я там остаюсь, мне на определенный период вообще нельзя было выезжать из страны, из Малайзии. Отец, услышав мои, выслушал меня внимательно, потом говорит, в общем, мой вердикт нет, отказывайся, никакими деньгами мы свою родину не заменим, здесь родственники все твои здесь, это твоя земля. Когда я на следующий день приехал к королю и сказал о том, что я отказываюсь, достаточно была такая реакция, сдержанная, но я понял, что мои отношения с ним прекращаются на это, потому что потом уже его приближенный, он мне сказал, в моей жизни, говорит, это первый случай, когда король предложил, говорит, ему, говорит, отказали. Тот период, когда я заканчивал играть в хоккей, мне было 27 лет, это достаточно молодой возраст для того, чтобы завершать карьеру, спортивную карьеру. Ну, у меня были определенные планы, чтобы там чего-то другого постараться уже достичь, потому что определенного там уровня я уже достиг в спорте, мне было интересно уже там либо в бизнесе, либо на госслужбе. В сегодняшний день я являюсь первым вице-президентом Федерации Республики Казахстан по хоккейной траве, также являюсь членом исполкома Азиатской Федерации. Непосредственно по моей прямой деятельности я сейчас в среднем бизнесе нахожусь. У меня, в отличие от моей семьи, от отличия от моих братьев и сестер, моя семья непосредственно уже вот моя супруга Айгерим и трое детей, две дочери и сын. Субтитры создавал DimaTorzok